едва не открыл купальный сезон утренний дтп в корчомкина огонь уничтожил 14 и дед дирижер на велосипеде привет друзья то место происшествия с вами михаил вагин мы собрали для вас лучшее видео новости к этому часу но кому покажется мало милости просим к нам соцсети у нас есть группа вконтакте и телеграм-канал сегодня на набережной грина купальный сезон едва не открыл кроссовер хенден по словам очевидцев иномарка без водителя съехала с парковки и покатилась вниз по лестницам кроссовер протаранил в итоге ограждения по предварительным данным никто из пешеходов не пострадал пробито только само ограждение а сегодня утром слободе корчомкина столкнулись volkswagen golf lada priora и deo nexia травмировались два человека эта девушка водитель отечественного авто а также ее двухлетний пассажир после аварии участники дтп загородили проезд на дороге образовалась пробка сейчас по факту происшествия полиция проводит проверку также выясняется насколько тяжелые травмы получили участники дтп и еще об авариях 16-летний пассажир фуры получил травмы в дтп в сунском районе больше информации об этой других авариях за сутки в нашем обзоре кадры последствий дтп на видео регистратор записали очевидцы видно что тягач с прицепом повредил отбойник и опрокинулся на бок на крутом повороте по данным гибдд это случилось в понедельник днем в деревне киселиха за рулем фуры ехал 20-летний водитель рядом с ним 16-летний пассажир подросток получил травмы и обратился за помощью медиков в кирове на улице кольцова пострадал еще один несовершеннолетний по предварительным данным 33-летний водитель киа наехал на 8-летнего мальчика а потом врезался во встречные рено логан и шевроле круз медицинская помощь потребовалась юному пешеходу очевидцы прислали видео с перекрестка улиц ленина и пролетарской сегодня там водитель гранты выехал со второстепенной дороги на главную и не пропустил опель по предварительным данным обошлось без травм еще одна авария с участием двух машин произошла на улице воровского там столкнулись nissan note и mazda по предварительным данным на место дтп медиков не вызывали долго спорили кто виноват участники аварии на улице попова во дворе дома номер 27 в дтп попали трактористы девушка на ладе гранта пострадавших нет сергей печогин место происшествия страстных любителей фаспуда задержали сотрудники дпс на улице красноармейской даниила и его подругу резко потянуло на что-то вкусное они решили съездить за шаурмой у киоска перед ночной трапезой парочку на 13 модели ваза заметили очевидца а потом и ночной патруль водитель показался им чересчур веселым и подвижным и это явно не из-за ужина решили общественники в чем причина такого поведения пытался узнать и сергей печогин мы за шаурмой пронесли единственный круглосуточный пост самый вкусный а там популярная такая да лучше бы сидели голодными рассказала пассажирка лады мария сразу после задержания по словам девушки она и ее друг даниил ночью поехали за шаурмой поели и уже возвращались домой в центре да а так юго-запад другой стороне если верить девушки ничего подозрительного в поведении даниила она не заметила очевидц прям четко сказал что водитель этой машины пьяненький а может пахнула может запах а вы не чувствовали запах от него все было нормально да и сегодня он в течение дня тоже не пил но очевидцам показалось иначе по их словам водитель слишком вызывающий себя вел во время заказа фастфуда полицейские заподозрили что аппетит у даниила мог резко появиться вовсе не из-за алкогольного опьянения для него эта ночь запомнилась не только фастфудом но и визитом в госучреждение в отделе полиции например после снятия отпечатков пальцев выяснилось что инспектором водитель предъявил чужое водительское удостоверение а в наркологии предварительный тест показал наличие в его организме запрещенного вещества впрочем окончательный результат медики пришлют через несколько дней если итог теста подтвердится даниил может понести как минимум административное наказание сергей пичугин место происшествия вечером в понедельник бесплатные огненные шоу во дворе наблюдали жильцы дома по улице производственной во время стоянки загорелась лада 14 моделей спасти автомобиль не удалось огонь уничтожил его полностью и 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 сейчас по факту пожара идет проверка у устанавливается причина возгорания кировочепецки криптомошенники обманули местную жительницу елену на 3 миллиона рублей они нашли потерпевшую в интернете и предложили хороший заработок на крипто бирже по принципу большие вложения большая прибыль женщина согласилась потом Потом оформила кредит, а затем к ней приехал курьер. Вложить криптобиржу и оттуда получать неплохой доход. Получится, что я смогу погасить кредит и еще останется сверху. Я у гражданки здесь принял денежные средства в размере 3 миллионов 615 тысяч рублей. И соответственно эти средства через криптобиржу я положил на криптокошелек. Курьера кировские полицейские задержали в Самаре. Деньги Елены он уже отправил на криптокошелек. Из хорошего у подозреваемого было изъято более 7 миллионов рублей. Эту сумму по схожей схеме он получил от жительницы Самары, но отправить не успел. Елене остается посоветовать больше не доверять финансовым консультантам из интернета. А вкладывать свои средства лучше в полезные для себя вещи. Например, купить качественную печку на дачу. А с выбором помогут специалисты сети магазинов Ермак. Там всегда в наличии по доступным ценам твердотопливные котлы, а также аксессуары, теплообменники, баки для воды из нержавеющей стали, регуляторы тяги и смесители для колонок. В магазине Ермак вы найдете дымоходы различного диаметра, парообразователи и экономайзеры. А для любимых клиентов действует система лояльности. Магазин Ермак находится по адресам. Проселочная 18Б, Сдержинского 79Б, производственная 29В и Щерса 117Б. А теперь топ народных видео. На Слободском тракте полуголый пенсионер на велосипеде превратился в дирижера и едва не попал в ДТП. Вместо палочки он использовал свою руку и одним жестом чуть не лишил себя жизни. Такие концерты на дороге стоит запретить. На улице Комсомольская девушка-пешеход выбрала опасный путь. Подшла к баумам. Преграда была открыта, но потом резко закрылась и ударила даму прямо по голове. Как писали на советских плакатах, не стой под стрелой. На путепроводе по улице Воровского очевидец заметил дерзновенный маневр водителя черной весты. Такое ощущение, что кроме задних фонарей он затонировал себе и очки. Только так можно объяснить то, почему перед поворотом направо лихач не увидел в правом ряду попутные машины и подрезал их. Водитель черной весты. Выбирай заранее место. Еще более опасный маневр исполнил водитель фуры в Орловском районе. Лихач на многотонной машине пошел на обгон, видя впереди себя встречную калину. Водитель легковушки, чтобы не превратиться в лепешку, пришлось сместиться на обочину и снизить скорость. Да куда ты приняешься? Тупая. Че вот? Кому-то пора бы сменить профессию. Заставил понервничать очевидцев водитель Тойоты Вокси в районе поворота на Мурыгина. Он опрометчиво объехал попутные машины по встречной полосе через сплошную линию разметки на пешеходном переходе и перед встречной фурой. Ой, это вообще... Эмоции пассажирки вполне объяснимы. И на этом у нас все. С вас подписка и лайк, с нас еще больше интересных видеороликов и новостей. Если вы сняли что-то интересное, присылайте это видео нам. Вот наш номер 8 912 827 3302. Мы ждем сообщения в Телеграме и в других мессенджерах, а также наша почта mpkrovsobakainbox.ru. Присылайте ваши видео. Мы ждем их. Будьте внимательны и осторожны. До свидания.